Такая глубокая тема, очень глубокая тема, потому что мы будем изучать его трактовку, одной из главных молитв, которые только вообще существуют в официальной службе. Кстати, сегодня урок будет «Лейлу нишама» для поднятия души, это очень прямо совпало, очень этому человеку повезло, потому что мы как раз будем читать, будем изучать молитву, которую читают в течение года, после того, как уходит из жизни человек, читают в течение года его сыновья, желательно лучше всего сыновья или близкие родственники, потомки читают эту молитву «Кадиш освящение», чтобы его душа поднималась, и даже если человек попадает в дином за свои грехи, дином это ад, то этой молитвой его потомки, которые ее читают каждый день в синагодии в течение 11 месяцев, ее читают, значит, то они вытаскивают эту душу, даже если она попала в самое-самое темное место, которое называется ад, да, дином, там душа, это чистилище, ее еще называют это место, вот, и сегодня у нас для возвышения души, сегодняшний урок-туры для возвышения души Минаши Бен-Симонтов, значит, его потомки и дальше, те, которые почитают своих родителей или вспоминают своих близких, которые ушли и хотят их душе помочь, то есть в этом мире душа обычного человека, да, она попадает в яйцеклетку вначале, дальше зародыш, он развивается в животе, и душа, она как внутри этого зародыша, как заготовка тоже, да, зародыш, это заготовка такая, и душа, это просто заготовка, она в него вошла, и они там вместе в животе плескаются, потом выходит человек, это называется второе рождение, первое рождение, это когда душа попадает в яйцеклетку, она как бы, она приобретает новое качество, да, у нее уже есть тело у души, потом эта конструкция выходит вся из живота у мамы, это второе рождение в иудаизме называется, эта заготовка выходит в мир, ее начинают воспитывать, тренировать, дают ей имя, он начинает думать, это второе рождение, а третье рождение, это уже рождение человека, когда человек выходит из своего тела, то есть эта душа, прожив там 70-80 лет внутри тела, внутри интеллекта, она за счет действий вот этого вот интеллекта, вот этой персоны, персоналити, этого человека, да, которым являемся все мы, ну каждый из нас он человек, теперь, ну один человек, он всю свою жизнь потратил на то, чтобы там, я не знаю, татуировками себя закалывать, и вот он к концу жизни весь такой, он говорит, ну я жизнь прожил не зря, вот смотрите, я весь татуированный, прям все у меня, летопись на мне, да, ему говорят, ну до свидания, значит, и он, значит, умер, а душа его поднимается, а там, чтобы туда пройти, такой фильтр стоит, да, то, что называют суд, и на этом фильтре учитываются только дела, которые, изучение Торы, то есть это святые, святые вот эти вот потоки информации, которые идут от Бога, заповеди, когда ты выполнял волю Бога, и добрые дела, когда ты помогал другим людям, вот три валюты, которые поднимают душу на следующий уровень, можно пройти сквозь фильтр, и вот этот татуированный, его спрашивают, чем ты всю жизнь занимался, он говорит, татуировался, ему говорят, извините, здесь, значит, все, вы стираетесь, чик-чик-чик, стерлась его персоналити, нету, как и не было. Теперь, значит, хорошо, другой, например, там, праведник, да, который, а ты чем занимался? Всю жизнь только учил Тору, значит, молился, делал добрые дела и выполнял заповеди. Его душа просто, он как на дирижабле, так он пролетает сквозь эти все фильтры, его там встречают вообще все его предыдущие поколения праведников, и он там в то, что называется рай, значит, двигается все выше, выше, выше в этих мирах. Теперь, а как быть с тем, который полжизни татуировался, а полжизни был праведником? Вот с такими сложнее, потому что у него часть его поступков, он не только был татуировался, например, да, он еще и там был лидер БДСМ-организации юных гомосексуалистов. И он не просто татуированный был, он был еще и преступник еще к тому же. Так у него первая часть жизни, она его просто как баланс, баланс такой, свинец, тянет вниз. А вторую часть жизни он, значит, Хазар-Батшива стал религиозным, и он просто был праведник невероятный. Что с такими делать? Есть для таких чистилища, да, или, например, он вот всю жизнь он грешил, а в конце жизни он сделал какие-то супер-мега поступки, все деньги раздал на цдаку, поддерживал там всех религиозных людей, все. И что с такими делать? И вот здесь смотрят на то, что какой след он оставил в мире. Например, один построил Ешиву, есть известная история, как во время войны была Ешиват-Мир. Ешива-Мир, это была одна из самых святых Ешив, она была в городке Мир в Белоруссии. И вот, значит, захватывает Германию, вначале они поделили Советским Союзом Польшу, и приближаются они к, в общем, война, 39-й год, есть целая книга, называется «Спасение из огня, из пламени». Это Ешива, 300 человек, они не знают, что делать. Тут немцы, тут Советский Союз, куда, что, где. И, значит, Рош Ешивы, тогда был Равхайм Шмулевич, он открывает жеребий, есть такое жеребие-агро, да, он открывает Танах, это всю Тору, открывает книгу на том месте, где откроется. И открывает отрывок, что когда Бог выводил юрис и народ из Едикта, написано «Я вас понесу, как на крыльях орла, там что такое, я вас спасу». Он понимает из этого отрывка, что надо спасаться. Они, 300 человек, которые учились в Ешиве и Равине, снимаются с места тут же и едут в Прибалтику. В Прибалтике в это время, две недели, значит, японский консул один, несмотря на то, что Япония, она была союзником Германии, но один японский консул в Прибалтике начинает выдавать евреям японскую визу, чтобы они могли проехать через весь Советский Союз и остаться в Шанхае, который был китайский, ну, в Шанхае он не участвовал в войне, участвовал против Японии. И он выдает 6 тысяч виз, его японское правительство арестовывает, но 6 тысяч человек он успел выдать визы. И вот этим вот 300 ученикам Ешивы, они были как раз в числе этих 6 тысяч, которым он успел дать японскую визу. И они садятся в поезд, едут через весь Советский Союз по вот этой вот Байкало-Амурской магистрали, да, едут через весь Советский Союз и приезжают в Шанхай. В Шанхай их, значит, они спрашивают, где тут Шанхай, синагога, все. Им говорят, есть синагога. Построил ее один еврей, который был здесь по, ну, какой-то нерелигиозный еврей. Но ему ночью приходил его папа во сне и говорил, сын, ты же про меня даже кадиш не читал. Кадиш, вот то, что мы сегодня сейчас узнаем, вот эта поминальная молитва. Он ему говорит во сне, ты про мне даже кадиш не читал, моя душа там мучается, сделай что-то для меня. И этот сын, который был богатый, но нерелигиозный, он думает, ну что, папа мучается, все. И он построил синагогу в этом Шанхае на 300 мест с огромным залом, все. Но там не было даже Миньяна, 10 евреев, не было, чтобы в этой синагоге молиться. И она стояла три года, она стояла закрытая. И вот приезжает эта Ешива Мир в Шанхай, открывают им эту синагогу, они садятся 300 мест в зале, 300 учеников, и они там просидели всю войну и спаслись из огня катастрофы. Потом переехали в Израиль, в Израиле сейчас Ешива Мир, в Иерусалиме, в ней учатся 6 тысяч человек. 6 тысяч человек сидят, учат Тору в Ешиве Мир. Вот, значит, это чуть-чуть вступление о том, что происходит. То есть потомки, они могут передавать духовную силу тем душам, которые ушли уже из этого мира. И вот сейчас потомок, сын, наверное, да, я не знаю, кто это, но он помог Ваекра, помог Ваекра своими деньгами, да, он стал одним из спонсоров или партнёром Ваекра и попросил, чтобы сегодняшний урок был для возвышения души Минаши Бен Симонтов. И сейчас Минаши Бен Симонтов, он там на небе радуется, потому что огромная сила. 200 человек почти у нас сейчас на уроке, которые учат Тору, и за день смотрит несколько тысяч человек каждый урок. И получается, что вся вот эта сила изучения Тору, духовная энергия, да, как? Она поднимается и поднимает Минаши Бен Симонтов в духовных мирах. Отлично. Теперь возвращаемся к книге, которую мы изучаем. И говорит нам Рав Шаломаруш следующую вещь. Сегодня 90 урок. Объяснение Кадиша. Кадиш – это потрясающие силы молитва благодарения. И наши мудрецы столь высоко ценили Кадиш, что... Давайте разберём, что в нём сказано. Давайте я вам чуть-чуть дам вступление, что такое Кадиш. Значит, Кадиш – это специальная короткая молитва. Она очень короткая. Кадиша, которую читают в синагоге, только в присутствии десяти евреев. Её нельзя читать в индивидуальном порядке, её читать нельзя. Она написана на арамейском, это древневавилонский язык. Там говорили в Вавилоне, говорили на арамейском языке. Она написана не на иврите, а на вавилонском. Разница где-то как русский, белорусский, украинский. То есть, понять можно, но с трудом, очень с трудом. Если кто знает иврит, он Кадиш не понимает. То есть, он слышит слова знакомые, но ему непонятны они. Мы сейчас разберём. Её читают во время молитвы, когда есть миньян, есть десять евреев. Её читает посланец общины, ведущий Кантор. Он читает эту молитву Кадиш между частями молитвы. И все громко отвечают «Амэнь». И там есть кусочек «Ейш мэйраба мэварах льоламу льолмей алмайяш». Пусть возвеличится имя. Мы сейчас прочтём смысл этого отрывка. Все произносят хором. Вот если вы зайдёте в синагогу, то вы услышите, как ведущий молитвы, он произносит молитву. Все отвечают «Амэнь», «Амэнь», «Амэнь». Потом хором «Ейш мэйраба». Пусть возвеличится имя Великого Бога. И потом опять «Амэнь», «Амэнь», значит «Амэнь». А в конце молитвы скорбящие, те, которые читают о своих умерших родственниках в течение года, они хором читают вместо ведущего молитвы, читают вот эту вот молитву, как ведущий, которую читает часть. А вся община, все, кто молится, отвечают «Амэнь», «Амэнь», «Амэнь». Потом «Ейш мэйраба», пусть возвеличится его имя хором. И, значит, скорбящие, когда читают в память о своих родственниках, то душа родственников там выходит даже из генома, даже из ада хватает силы этой молитвы выточить их. А теперь те, кто не религиозный и не ходят в синагогу, они могут найти религиозного человека, который согласится, это человек, которого они находят, у него уже не должно быть своих живых родителей, потому что если живые родители, нельзя читать. Обычно читают это за родителей, да. Но если уже родители у него умерли, прошел уже год после их смерти, и уже как бы он уже такой в возрасте, учит Тору, то можно с ним договориться, я не помню, сколько в среднем, ну, дают, потому что я сам за своего отца читал Кадиш год, но договаривается какая-то небольшая сумма, чтобы он три раза в день он молится, и три раза в день он читает вот эту вот молитву Кадиш конкретно за человека, ему пишет на бумажечке имя, имя такой-то, сын такого-то, и, значит, он перед молитвой это вспоминает и говорит этот Кадиш, чтобы душа умершего поднималась. Те люди, которые очень хотят помочь своим ушедшим родственникам, они могут делать заповеди. Вот делает он заповедь, сдока говорит, пусть сила от этой заповеди идет в душе такого-то. Или там кто-то урок Торы, кто-то построил синагогу. На каждой синагоге написано, там, это синагога для поднятия души такого-то, для поднятия души такого-то. А некоторые пишут, это там пожертвование для моего успеха в делах и для поднятия души такого-то. То есть половину, как бы, этой духовной силы направляют на, чтобы в делах было хорошо, а половину отдают душе умершего. Вот так вот. Теперь, говорит Рав Шаламаруш, он со своей точки зрения объясняет этот Кадиш. То есть он объясняет сейчас нам каждые слова, как эта молитва связана с благодарностью. Значит, он говорит, что в ней сказано, давайте разберемся. Потому что если говорящий не понимает, о чем в нем речь, так тогда этот Кадиш не имеет своей полной силы. То есть нужно, чтобы тот, кто его произносит, он понимал вообще, о чем в нем говорится. И его нужно понимать как можно глубже и произносить с совершенным настроением, с правильным намерением. То есть тут тоже каждая часть молитвы очень сильно зависит от намерения, которое в нее вложено. Можно говорить просто по седору читать, по молитвеннику читать слова, но при этом мыслями находиться там в сериале в каком-то. А можно просто выйти в поле, сказать, Папа, там, Всевышний, я тебя люблю, пожалуйста, от всего сердца. И эта молитва, она будет более сильная, чем молитва по молитвеннику в синагоге. То есть он говорит, очень сильно влияет на силу молитвы, намерение, которое в ней заложено, и осознанность, которая в нее вкладывается. Значит, смысл теперь он говорит. Давайте разберемся, что говорится в Кадиши. Первая там строчка такая. «Да возвеличится и осветится великое имя Его». В этой молитве о Боге говорится в третьем лице. Его, значит, имя Всевышнего ни одно из имен не произносится. А произносится вот именно так. «Да возвеличится и осветится великое имя Его в мире, сотворенном по воле Его». Это первая строчка этого Кадиша. Он говорит, как это понять? Значит, что в этом... То есть, вот я читаю на русском, мне не складываются слова в буквы, в смысл. Давайте еще раз. «Пусть в соответствии с Его волей Его имя освящается и возвеличивается в сотворенном им мире. Ведь в этом и состоит Его воля Всевышнего, чтобы все Его творение познало Его и прославило». То есть, вообще непонятно, зачем весь этот мир, зачем Всевышнему вся вот эта вот сложность, вся эта игра. Значит, человек, он сотворен по образу Бога. То есть, Божественная Душа – это часть Всевышнего. Она, Душа, попадает в вертикально ходящую лужу, в такую обезьяну. И соединяется в интеллекте, который отличает человека от обезьяны, но и отличает человека от ангела. Ангел, у него восприятие незамутненное. Он видит духовный мир. Ему очевидно, что духовный мир первичен, материальный мир – это проекция, и ангелы, как бы, у них нет из-за этого свободы выбора. У человека, у него интеллект, он замутнен. С одной стороны, он может своим интеллектом постигать Всевышнего, постигать там высшую математику, может он своим интеллектом Вселенную изучать и даже думать о том, как была там теория Большого Взрыва. То есть, у человека интеллект, он может проникнуть куда угодно, и даже постигнуть то, что мы с вами постигаем, волю Всевышнего. Но в чем смысл Всевышнему был, чтобы мы с вами действительно постигли Всевышнего? Чтобы человек в своем вот этом вот мимолетном существовании, там 70-80 лет, песчинка один из там 8 миллиардов, 8 миллиардов людей через 70 лет уйдут с этой планеты, ни одного не останется, ну, средняя продолжительная жизни, а 8 миллиардов, которые сейчас живут, значит, все уйдут уже, да? Представляете, 8 миллиардов за 70 лет уходит. Мы говорим, вау, там погибла тысяча, вау, погиб миллион. 8 миллиардов за 70 лет уйдут из этого мира. И Всевышний во всей вот этой вот огромной такой, знаете, даже не муравейник, а не знаю, как, с чем сравнить 8 миллиардов личностей, да, 8 миллиардов личностей, которые одновременно живут на этой земле, Всевышний хочет только одного, чтобы каждый в отдельности осознал и познал, и проникнулся своей высшей духовной сущностью, и перенес свое вот это вот мимолетное самоосознание, я есть, меня зовут так-то, и я живу, перенес смысле о том, что я хочу купить или что я хочу избежать, на то, что я буду жить вечно, и прославлен Всевышний, который создал меня вечным. Представляете, это же прикольно. И вот он говорит, в этом и состоит воля Всевышнего, чтобы все его творения познали его, познали Всевышнего и прославили. Следует уточнить, что это ничего не меняет в самом Всевышнем, поскольку на него не распространяется никакое изменение. Всевышний, он был, есть и будет, он вечный, он бесконечный, он ни в чем не нуждающийся, то есть он и есть основа всего, а у нас есть возможность с ним соединиться, и тем самым, тем самым, что тем самым, если я осознаю свою связь со Всевышним, с вечным, бесконечным, совершенным, то я в этот момент становлюсь вечным, бесконечным, совершенным. Если я не осознаю свою связь со Всевышним, то я могу себя самоидентифицировать, как инфузория туфелька, как развитая обезьяна, как просто случайный набор клеток, функций и так далее. То есть человек может выбирать, чем он хочет себя самоидентифицировать. И он даже может представить, что этот мир – это набор случайных, хаотичных элементов, которые существуют без Всевышнего. То есть человек выбирает, как он себя воспринимает. Но цель Всевышнего – чтобы мы осознали его и прославили. Но в нем это ничего не меняет. Он дал нам возможность. Это не то, что ему это надо. Вся религия, вся Тора – это не потому, что это надо Всевышнему, а потому, что он дал нам возможность с помощью этих инструментов подняться на уровень вечности, совершенства и близости ко Всевышнему. Сейчас из-за наших грехов происходит сокрытие Всевышнего. И люди не понимают, что все к лучшему. Поэтому они постоянно ноют и жалуются. Человек, который живет без Всевышнего, он все время боится, ему плохо, ему не хватает, он недоволен, ему кажется, что кто-то другой ему делает плохо, а кто-то другой должен ему сделать хорошо. Он все время в претензиях на кого-то, он бесится, он его все бесит, расстраивает, он ноет. Это жизнь человека неблагодарного и не осознающего, что все от Всевышнего. «Именно об этом мы просим в Кадиши, в этой молитве, о совершенном раскаянии, то есть понимании, знании того, что Всевышний благо и благотворящий. Мы хотим прекратить ныть и следовать лишь путем благодарения». Следующая строчка Кадиша. «Доявит он царствие свое, и взрастит зерно спасения, и приблизит пришествие помазанника его». То есть, там пять раз за молитву, три раза в день, во всех синагогах произносят эти слова, чтобы быстрее Бог проявил себя и царство свое в этом мире, и чтобы выросло, взошло зерно спасения, и приблизилось пришествие помазанника его, то есть Машиаха, то есть Мессия, все ждут, духовные верующие люди, все ждут, что наконец придет вот этот вот Мессия, который нас спасет. А значит, что значит, что нас спасет? Он-то нас не может спасти. Как он может нас спасти? Какой Мессия нас спасет? Но придет через него спасение. То есть, он будет той личностью, которая рубильник, значит, повернет, нажмет кнопку, скажет, все, занавес открывается. Знаете, как театр такой, темно в зале, потом зажигается свет, и кто-то должен дернуть за рубильник, и занавес открывается, и мы все видим, что все, наступила новая эра, Всевышний проявил себя, зло исчезло, и остались только хорошие, добрые люди. И после этого мы, вот этот вот ведущий молитвы, он говорит, чтобы это было при жизни вашей, в ваши дни, при жизни всего Дома Израиля, вскоре в наше время, и скажем «Амень», и вся синагога, все, кто молится, кричат «Амень». «Амень» – это значит «истина», от слова «эмет» – это «истина», «Амень» – это как «подтверждаю истину». Вот когда, например, вы кого-то благословляете, он говорит «Амень», он говорит типа «истину» глаголишь, правильно сказал, то есть «подтверждаю истинность твоих слов». И дальше, превыше всех благословений и песнопений. Все после этого «Амень» говорят «Да будет благословено великое имя Его всегда и во веке вечной». То есть, когда мы говорим о Боге, то мы не говорим о Боге, мы говорим имя Его. Бог – это как одно из слов, которое обозначает явление, которое называем мы этим словом. Бог – это Творец Мироздания, который был, есть и будет, который всему Мирозданию дает существование. Он один, единый. Там есть множество других попыток описать Всевышнего, Бесконечного, но все слова – это всего лишь слова. И слова, и суть объекта, который мы описываем – это разные вещи. А мы, когда говорим вот эту фразу «Да будет благословено великое имя Его всегда и во веке вечные», это мы, опять же, говорим о имени. Но есть еще там одна такая фраза, что «В этот день, когда рубильник повернут и занавес разойдется, будет Он, и имя Его едины». То есть, мы в этот момент будем уже не говорить слово «Бог» и что-то себе представлять, а нельзя же представлять Бога. Он же не имеет формы и структуры. Он это все. Но как это вообще воспринять? Так вот, в тот день, когда откроется занавес, то мы сможем это воспринимать. Хорошо. И дальше он, опять же, приводит к тому, что на самом деле он говорит, эта молитва, что значит, мы его будем превыше всех благословений, песнопений, восхвалений и утешений, произносимых в мире. Как мы будем его так прославлять? Он говорит, вот, это как раз то, о чем вся эта книга. Итак, настоящее прославление Всевышнего, это, настоящее прославление, это когда человек, ему плохо, когда человек благодарит за лишение и за то, что кажется ему злом, за зло. Когда он говорит, спасибо тебе, Господи, что у меня нет пары, спасибо тебе, что у меня нет детей, спасибо большое, Господи, что у меня нет заработка, спасибо тебе большое, что я болен. Вот это вот прославление, прославление, которое просто сносит, когда мудрецы говорят, что Кадиш, который произнесен осознанно и сильно, он снимает человека все плохие приговоры на небе, и у него есть сила вывести его родственника из генома, из ада. Откуда такая сила? Он говорит, вот именно сила Кадиша в том, что это прославление Всевышнего в любой ситуации, ведь скорбящий-то, когда читает Кадиш, он же скорбит, но он прославляет Всевышнего, и вот этот вот момент, когда ты в момент скорби ты прославляешь Всевышнего, он и создает эту силу. Так он об этом говорит здесь, и, значит, когда произносит человек Кадиш всеми силами души, разрывают его приговор на небе, то есть, если были плохие какие-то приговоры, то Кадиш, у него есть сила разорвать все это. Именно прославление Всевышнего. Когда-то я слышал такую очень короткую притчу, и потом мы перейдем на урок, который тоже удивительно совпадает, вот в этой американской книжке совпадает с тем, что мы сегодня выучили. Но в начале, вот, есть такой, когда-то я слышал такую как притчу, что была одна царица, которая, которая, эта царица, значит, она была очень влиятельная, и она царю, ну, знаете, царь, царица, она царю там, все, что она говорила, царь делал. И все министры, все там люди богатые того царства, того государства, они очень старались ей понравиться, они дарили какие-то картины, там, какие-то бриллианты, украшения. В общем, все перед ней заистивались страшно, потому что понимали, что, понимали они, что царица как царю скажет, так и будет. Но однажды, знаете, как всегда бывает, всегда так бывает, когда кто-то занимает какое-то высокое положение, то у него, как есть в плюсе, ну, друзья в кавычках, да, так есть у него враги, равноценно. Чем выше человек занимает положение, тем больше у него врагов. И, значит, царю начали писать на нее доносы и так далее, и какой-то донос достиг своей цели, и царь приказал бросить царицу в тюрьму. И вот царица сидит в тюрьме, все, значит, про нее сразу забыли, те, которые были против нее, сильно радовались. И был один министр, который пришел к ней в тюрьму, принес ей одеяло, подушки, приносил ей еду. И он говорит, вы знаете, я просто к вам очень хорошо отношусь, хочу вам помочь. И мне не важно ваша влиятельность, мне не важно, насколько вы можете там кому помочь. Он говорит, мне абсолютно это все не важно, я просто, мне вас искренне жаль, я искренне хочу вам сделать добро, потому что вы, во-первых, мне когда-то делали добро, но даже если бы вы мне не делали, я считаю, что, ну, вот, надо вам дать эту подушку и одеяло, да. Прошло какое-то время, и царица, царь вернул ее обратно, и она снова стала иметь такое же влияние. Как вы думаете, кому она больше всего, эта царица помогала, кого она больше всех наградила? Именно того, который ее почитал и уважал в то время, когда она была не видна. Не за что-то, а именно потому, что она царица. Вот то же самое по этой притче понятно, что когда человек в моменты, когда ему не нравится то, что Бог с ним делает, нет жены, нет детей, нету того, нету сего, и он все равно прославляет Всевышнего и благодарит его, и доверяет ему, и говорит, я все равно верю, что ты меня любишь, и ты это все делаешь для моего добра, то это как вот в этой притче, примерно, да, такой же закон действует. Всевышний для этого человека делает все. И вот тут как раз у нас есть хороший совет, хороший совет в этой книжке, видите, вот 14-й урок сегодняшний, о том, как в жизни, эта книга про хэппинес, про счастье, но написана религиозным американским раввином Раф Зелегом Плистиным, это с точки зрения иудаизма и Торы. Здесь эта глава называется «Виноград, который ты не можешь получить, он, скорее всего, кислый». Называется эта глава. «Виноград, который ты не можешь получить, скорее всего, кислый». Он приводит известную американскую притчу о том, что была лисица, которая шла по винограднику, и она увидела виноград. И она прыгала-прыгала, чтобы достать этот виноград, и, значит, не могла. И вот она уходила, эта лисица, аззефоксвоктэвэ, когда она шла оттуда уже, она сказала себе, «Это и хорошо очень, что я его не достала, я уверен, что он кислый, и ничего не потеряла с этим виноградом, ничего не потеряла». Он говорит, что человек, который что-то не получает, то, что он хочет, то у него есть два варианта. Первый вариант – это сильно расстраиваться. А второй вариант – это сказать, что это к лучшему, что я это в данный момент не получил. То есть мы вчера учили, что нужно быть всегда благодарным за реальность Всевышнему. При этом ты можешь просить, чтобы в будущем он тебе дал то, что тебе нужно. Это две разные вещи. Но то, что есть, нет никакого смысла идти против Всевышнего. Реальность – это Всевышний. И когда ты благодаришь его за реальность и просишь, чтобы было что-то другое, это нормально, это работает. Но когда ты идешь и говоришь, я тобой недоволен, зачем ты мне это сделал? И после этого, ладно, хорошо, я тобой недоволен, но исправься, ты Всевышнему говоришь. Дай мне то, что я хочу. Так не работает. Спасибо тебе, Всевышний, ты лучше меня знаешь. Я полностью перед тобой смиряюсь. Я прославляю тебя, даже если мне кажется, что это плохо. И в этот момент я тебя прошу, пожалуйста, все-таки, может быть, как-то завтра изменишь свое, мнение, да, насчет меня. И тогда ты со Всевышним, если нет, я все равно, ты царь, ты бог. Я всегда все принимаю. Такой подход лучший для человека в любом случае. Хорошо, друзья. Все, напишите свои выводы из сегодняшнего урока. Значит, у нас сегодня 80 плюс 83, 163 и плюс 47. 210 участников слушали урок сегодняшний. И отлично, что сегодня Минаша Бенсимонтов получил, значит, огромный-огромный духовный подъем. Я знаю, что Яков Шатайдин ходит молиться за партнеров, друзей. И спонсоровая икра ходит на котель к стене плача молиться. И, может быть, если у нас будет возможность организовать миньян, чтобы 10 человек читали кадиш и так далее, подумайте, поговорите с Яковом, как это организовать. Читали псалмы возле котеля. То есть, можно это организовать, это огромная-огромная сила. Пожалуйста, напишите свои выводы, что вы для себя поняли, осознали, какие были инсайты. И очень важно знания, которые вы получаете, сразу же применять. Спасибо вам огромное, что вы приходите. Спасибо огромное Всевышнему, что дает нам возможность изучать Тору и приводить в этот мир, создавать в этом мире очень много света. Потому что каждая заповедь – это свеча, сказал царь Соломон. А Тора – это свет, который идет сверху. Тора – ор. И путь к жизни – это нравственные, тохохот мусар – нравственная моральная дисциплина. То есть, потом это все применить, для этого нужна моральная и нравственная дисциплина. Все, всем удачи, успехов, хорошего, прекрасного дня. Всех благословений.